Девушки отдыхают — Отлично, но для начала короткий комментарий. Я все же не могу оставить без внимания то, что произошло в последние дни. И, конечно же, я говорю об очередной стрельбе. — Конечно же, как всегда, мы тут рискну обобщить. Все, кто Америку любит и уважает, мы с теми, кто так или иначе пострадал от этой трагедии. — Конечно же, это ужасно. Но мне бы не хотелось уподобиться тем, кто политизирует случившееся. Однако меня всегда очень раздражает, когда пресса мейнстримно игнорирует исламские корни терроризма всем известного. Но когда действия одинокого психопата, который казался белым, начинают подавать как угрозу белого национализма и всего, что с этим связано. — Будем считать, что это он действительно его написал из Альпаса, стрелок, что его манифест уже объявили крайне правым и чуть ли не трамповским. Хотя, вообще-то, человек там еще и писал вполне леватскую чушь на экологические темы. А вот то, что стрелок из Дейтона вроде как социалист и поклонник Ворон, вы не найдете это просто так. То есть, ради интереса я проверял. Загнать стрелок из Альпаса. Сразу же в поисковике белый национализм, явный поклонник Трампа и так далее и тому подобное. И все идут известные. Вашингтон пост, Нью-Йорк Таймс, слейты всякие и так далее. Что касается этого Дейтонского убийцу, то очень мало информации и в основном такие подпольные полупартизанские ресурсы. Ну, в общем, это показатели не очень хорошие. Но опять начнутся атаки на вторую поправку, я предчувствую. Увы, это так. Так что нельзя давать демократам подчинять себе нарратив, так сказать, этой истории. И чтобы действия одинокого идиота они приводили к разговорам о белом национализме, которого, повторяю, нет. По моему убеждению, и несколько дураков они не представляют такую уж угрозу. Ну, а теперь к демократам. Знаете, есть такая игра, она, насколько я знаю, в англоязычных странах появилась, поэтому даже русского эквивалента я не припомню. Дринкингейм называется. Так вот, по моему убеждению, если бы кто-то захотел бросить пить, или наоборот захотел бы спиться, ну, всякое бывает у людей пристрастие, то вот эти самые дебаты, они помогли. То есть, если бы условием игры было пьем всякий раз, когда демократы говорят что-то умное, то за эти два вечера все бы остались трезвыми, абсолютно, участники этого мероприятия. Если бы условием было пьем всякий раз, когда демократы говорят глупость, то участники были бы под столом к середине, а может и быстрее дебатов уже первых. Я потратил некоторое свое время на то, чтобы ознакомиться с материалами, и если по дебатам первым я еще как-то старался, хотя это было уже трудно, но определить, кого можно считать победителем, кого-то проигравшим. В этот раз я от этой идеи отказался очень быстро, потому что это опять какой-то поток трампофобии, социалистических лозунгов и заведомой чуши в ряде случаев. Потому что практически все, что говорили вот эти самые граждане, это было по принципу, что вот то или иное направление политики, оно может быть и хорошее, но раз его реализует Трамп, то все плохо. То есть, например, уже как-то был дан задний ход открытым границам, по крайней мере в открытую, и вроде бы границы нужны, но вот раз этим занимается Трамп, то все плохо. И как вся эта публика собирается границы контролировать, если они одновременно в большинстве своем предлагают огромное количество амнистий и каких-то мотивационных действий для нелегалов, мне непонятно. Там разве может кто? Да нет, пожалуй, никто ничего разумного не предложил. Так что здесь не пойми что. Далее был выбран имя объект для нападок, это Байден. И как-то вдруг стало выясняться, что Байден, а порой и Обама, так чуть ли не консервативные на самом деле политики, по мнению нынешних демократов, что уже говорит о многом. Мы депортации у них были, и Байден у нас сегрегацией промышлял, оказывается, в смысле ничего с ней не делал, и так далее, и тому подобное. Байден отбивался и припомнил, что та же самая Харрис, будучи прокурором, ничего не делала с сегрегацией. Но, как бы то ни было, если Байден и порой даже Обама вдруг начинают казаться для некоторых из деятелей уже представителями едва ли не консервативного крыла демократов, то дела-то совсем плохи. Если смотреть в остальном, то, ну, опять повторение того же, что мы уже слышали в первый раз, я имею в виду в первую пару выборов, что опять главная опасность – это белый национализм, которого, как я говорил, по моему убеждению, и не только по моему, ну, я думаю, вы согласитесь, не существует его угроза. Это у нас опасность, надо срочно что-то делать с глобальным потеплением климата, потому как оно нас убьет. Во всех бедах международной политики виноваты только сами американцы, ну, точнее, Трамп. Ну, Трамп, я говорил, все доводы демократов – это к тому, что вот что Трамп не делает, то все плохо. И какой положительный вывод из всего этого я, в общем-то, не вижу. Хикенлупер, кажется, что-то пытался там обозначить такое насчет того, что социализм – это вроде бы плохо. Но, как сказал сенатор Кеннеди, республиканский, конечно, когда вы смотрите вот эти вот дебаты, то социалист в меньшей степени, он все равно социалист. И всей этой публике не хватало только гимна Кубы, что действительно факт. И, в общем-то, исходя из всего того, что эти два вечера происходило, и что вся эта слившаяся в едином массу трудноразличимая публика нам рассказывала, то складывается впечатление, что угроза – это никак не белый национализм, и даже зачастую не какие-то бандформирования, а вот как раз те, кто, один из которых, может вообще-то стать президентом. Что на самом деле прискорбно. А если выделять все-таки, хотя, как я вам и сказал, они все сливаются в единую массу, те, кто хоть чем-то себя зарекомендовал, то по-прежнему мелькает Габбард. Габбард, еще раз повторюсь, мне глубоко не симпатично. И по ряду пунктов она абсолютно левая и такая же социалистка, как и все остальные. Но то, что она подделала Харрис в разговоре о легализации наркотиков, ну, это у нее хорошо получилось. То, что сейчас демократы на нее нападают и записывают ее в русские агентки, я ее защищать не стану, потому что, действительно, Габбард, она для Кремля очень выгодный персонаж по ряду пунктов. Не агент она, конечно, нет, это не то. Но то, что ее будут через наши эти каналы поддерживать, это, понятно, другое дело прокук. Мне больше по душе, если она и дальше будет так провоцировать какую-то грызню внутри демпартии, пускай ее там и русской агенткой называют, и кем угодно, если она параллельно будет кусать таким же образом Харрис и ей подобных, то тем только лучше, пускай грызут себе и дальше нам хорошо. Я бы только рекомендовал вам, ну, я понимаю, вы все люди здравомыслящие, но вдруг кто-то проникся к Габбард симпатией, просто посмотрите в Heritage, которых я часто поминаю, у них есть такой рейтинг консерватизма в процентном соотношении, исходя из голосования. Вот у Габбард там в этом плане горды и ноль. Так что в ней союзника видеть не стоит ни в коей мере, но человек, который может внести какой-то разлад внутри партии демократической, это хорошо. Но совершенно никаким был Орурк, а вот Байден и Сандерс, ну еще, пожалуй, Харрис, да, они, вот как мне показалось, могут действительно претендовать на победу в конечном итоге. Харрис за счет своей, так, не очень люблю это слово, но такой-то хабалистости, если угодно, и такой грубой агрессивности. Сандерс, ну, примерно за то же и за свой этот популизм. А Байден, хотя после первых дебатов казалось, что ему все уже конец, он там выглядел просто никак, но здесь что-то пытался он огрызаться, и видно, что истеблишмент демократической партии, конечно же, будет его продвигать, и более того, многие республиканцы, кстати говоря, тоже. По разным причинам. Почему-то Байдена любят, ну почему я понимаю, ну это глупость, некоторые нево-трамперы, это плохо, и в отчасти некоторые республиканцы видят в Байдене удобную мишень, что Трамп его легко уберет и на дебатах, и на выборах. И так, если смотреть с точки зрения здравого смысла, то действительно по-хорошему должна получиться та же картина, что и в 1984 году, когда успешный президент-республиканец выходит против вице-президента, плохого президента-демократа, и его сметает ленд-слайдом. Если учесть, что Байден известен тем, что он говорит огромное количество глупостей, призывает парализованных встать, чтобы их все видели, это реальная история, считает, что в слове «работа» Джобс пять букв, это все было. И вспомнить его дурную деятельность еще и в Сенате, где можно много чего рассказывать, вы можете легко это найти сами. Да, Трамп должен его побеждать. Но, учитывая, какая мощная будет поддержка истеблишмента, средств массовой информации и так далее, и тому подобное у Байдена, то, конечно, считать, что победа будет легкой, ну, нельзя. Что касается Сандерса и Харрис, ну, из них, ну, наверное, все-таки Сандерс будет представителем левого крыла опять, кто пойдет на выборы сейчас предсказывать трудно. Если говорить мое мнение, кто из них лучше, то, увы, сейчас ситуация такая, что и тот, и другой плохи. Почему говорю «увы»? Ну, все-таки демократическая партия, партия старая, там были люди достойные. Но то предсказание, которое я вам озвучивал две недели назад от историка Джона Лукача, а именно, что демократы станут социалистами, они уже и тогда такими становились, оно даже не сбывается, а, видимо, сбылось. И поэтому, если мы посмотрим на... Ну, то есть, вариант победы демократа, я даже сейчас не рассматриваю, это однозначно очень плохо. Это все и так понимают. Тем не менее, любая номинация, она тоже для демпартии никак ей не поможет. Что я имею в виду, предположим, выдвигают Байдена, и он идет как умеренный. Байден, надеемся, проигрывает Трампу, и это означает, что демпартия идет еще левее. И, к сожалению, в 2024 году у этой окончательно полевевшей партии шансы уже будут. Не потому, что у Трампа будет плохой срок, я желаю ему удачи, конечно же, а просто потому, что, ну, американцы могут захотеть действительно какого-то изменения. Американцы любят изменения, вы знаете. И долгое определенную партию власти все-таки стараются не терпеть. Тогда вся эта, весь этот звериный оскал социализма, он вернется. И это будет очень плохо. Если мы предположим, что идет Сандерс или Харрис, ну, например, и они тоже проигрывают, то да, чистые соображения и самосохранения на какой-то момент демократы могут немного сдвинуться к центру. Но весь этот социалистический яд, он проник уже глубоко. И Кортес, и еще более негативная публика, она вернется. И вернется в еще более опасном виде. И будут ли готовы к этому республиканцы и консерваторы, я, к сожалению, не знаю. Поэтому вот выводы у меня, как видите, может, мрачноватые, но, к сожалению, ничего другого по поводу этих дебатов унылых, скучных, но таящих в себе опасностей, которые, я надеюсь, я вам обозначил, я сказать не могу. А итог, подводя, процитируя Найла Гардинера, это тоже представитель Херриджа, он британец, я тоже на него ссылаюсь довольно часто, советник Тэтчер был, он в Твиттере написал, что если вкратце, то дебаты демократов, это большевики против меньшевиков, против тратскистов, против еще каких-то там леваков. И все это очень скучно. Ну, очень точное определение. Здесь я умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Я хочу напомнить телефон в студии 847-400-5200. Что касается дебатов, с вашей оценкой абсолютно согласен. Скучный, с одной стороны, сумасшедший, но просто мы первый раз уже выслушали весь бред, который предлагается. То есть, если свести к минимуму, то это открытые границы, это повышение налогов, это разоружение, это возобновление, так сказать, отношений с Ираном, это самая главная проблема, это глобальное потепление, потому что лет через 10-12 мы вообще все исчезнем. Нам это, правда, обещают уже последние 30 лет, но вот как-то до сих пор все еще не срослось, не случилось. То есть, такое шоу было. А второе, скучное, да, действительно. Мне интересно, с одной стороны, нет кандидата, который, на мой взгляд, хотя кто его знает, который бы мог реально противостоять Трампу, но с другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов такую огромную силу, как, скажем, высокотехнологичные компании, я имею в виду Google, Facebook, Twitter и так далее, которые уже, так сказать, не скрывают своих намерений приложить максимум усилий. И, кстати, показания были в слушании в Конгрессе, и не помню сейчас имя этого человека, который не является ни республиканцем, и уж тем более не консерватором, который говорил о том, что Google, на самом деле, несколько миллионов человек, избирателей, так сказать, развернул в сторону демократов своими усилиями. Так вот, нельзя сбрасывать со счетов их усилия. И потом, пометуя о призыве Хиллари Клинтон в одном из интервью, это уже после выборов было, в прошлом году, по-моему, когда она рассуждала, опять же, на тему того, что русские помогли Трампу войти в Белый дом, и она говорит, а почему бы китайцам не помочь демократам, в свою очередь? И я подумал, что это не пустые слова. Ведь у китайцев есть прямая заинтересованность в том, чтобы, скажем, президентом стал Джо Байден. Проверенный, купленный, с потрохами парень, который сделает все как надо. И вот в этом я вижу одну из таких опасных моментов предстоящих. Вы совершенно правы. Я еще очень так встряну. Абсолютно реальная история. Поверьте мне, ничего не выдумываю. Один мой знакомый, который живет и работает здесь, он пытался устроиться в Google, в какую-то там русскую службу. И это я не выдумываю. Знаете, почему его не взяли? Ему сказали, что у вас страница в Фейсбуке явно указывает, что вы поклонник Трампа. И нам такие не нужны. Это русская служба. Вот. То есть, все эти компании будут прилагать максимум усилий для того, чтобы свалить Трампу. Вообще, что только они не пытались сделать. И придумали, вот, так сказать, русских, которые повлияли на выборы. И потом пытались, так сказать, провести расследование. Это и Малера. И чего только. В чем только они его не обвиняли. И Шторм с помощью Сторми Дэниелс. И другие там девицы, которые пожаловали, что якобы Трамп недостойно себя вел по отношению к ним. И что Трамп зарабатывает миллионы на сделки с Россией. Хотя ничего этого нет. В общем, все, что возможно. Поскольку ничего это не сработало, то сейчас они, конечно, разыгрывают эту карту расизма, карту белого супремасизма и так далее. И любой, любая трагедия, которая произойдет, не важно, что стрелок, дайтоновский стрелок является демократом зарегистрированным и поддерживал Элизабет Ворон, все равно. о нем будут меньше говорить, но его упоминать не будут, будут говорить вкупе стреляли в Альпасо, стреляли в Дайтонии, все это белые супремасисты и все они были, так сказать, сторонниками Трампа, никто не будет разбирать детали. Главное создать нарратив такой, что Трамп расист, им нужно обязательно афроамериканскую общину поднять, им нужно поднять Латино, чтобы они пришли и голосовали, поскольку экономика движется таким образом, что низкая безработица среди афроамериканцев и низкая безработица среди Латино, рекордно низкая, скажем так, она по-прежнему существует, и понятно, что они теряют избирательную базу, и поэтому им нужно традиционно разыграть расовую карту. И мы теперь каждый день будем слышать, ну вот, после этих событий, СНН, как не включаешь, там все одно и то же, все одно и то же, Трамп расист, это вот его восемь риторика послужила поводом, поэтому вот это все происходит. Сейчас, конечно, будут опять очередные нападки на вторую поправку Конституции, хотя Трамп сказал, в принципе, в твите своем, что да, давайте хорошо усилим контроль, бэкграунд чек сделаем. Хотя реально это никак не повлияет, не могло бы повлиять вот на те трагические события, которые произошли. Нет такого закона, никто не предложил такой закон, который бы реально мог повлиять на эти трагические события. Задача демократов уничтожить национальную стрелковую ассоциацию. То есть, они порой даже впрямую обвиняют на дебатах об этом и говорилось, в открытом, что надо от нее избавляться. То есть, их беспокоит национальная стрелковая ассоциация, поскольку они поддерживают республиканцев, поскольку те, в свою очередь, отстаивают вторую поправку конституции. Им надо их уничтожить. Вот к этому все и сводится. Не особо их беспокоит судьба тех, кого застрелили. Нет, нет. Главный враг это национальная стрелковая ассоциация. Если бы она закрылась сама по себе, все этот вопрос может быть был снят. Давайте, может, мы успеем принять один звонок до того, как уйдем на перерыв. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Сергей Владимирович, вопрос может быть ритрический и как угодно. Скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь историей, исследованием и всем остальным. Люди когда-нибудь умеют? Ведь даже очень многие притихли после войны с Гитлером. По-моему, поуметь не поумели и наступают на одни и те же грабли и все время умеют объяснить, что это именно грабли были на месте и темно было, а не они не хотят поуметь. Такой вопрос. Ну да, это риторический вопрос, я думаю. Да, к сожалению, да. Из истории никто уроков не извлекает. Похоже на то. То есть и когда американские социалисты спорят и говорят, вот я иногда беседую с людьми, которые поддерживают, там, скажем, Сандерс или за Хиллари голосовали. Сначала они говорили, что это вовсе не движение к социализму, когда Барак Обама явные признаки того, что парень движется в этом направлении. Да нет, нет, ну какой он социалист? Он не социалист. То есть вот сначала отрицание было, а потом постепенно начинают говорить о том, что на что плохого в социализме, посмотрите, вот это, это, это. Ребята, ну как же, ну приведи мне пример социализма, где бы он сработал и народ жил бы счастливо, все были богатыми, здоровыми, счастливыми и так далее. Не, ну они просто не так все делали, вот там это не то было. Или начинают приводить в пример якобы шведский социализм, который социализм не является вовсе. В общем, никаких уроков никто не извлекает из истории. Давайте попробуем, может еще один звонок. Пожалуйста. Это немножко продолжение. Посмотрите, буквально на этой неделе нам наш историк исследователь Америки рассказал, что сделали с теми, кто поехал строить социализм в Советский Союз. Об этом же и я гарантирую, что те, кто приехал из Советского Союза, даже близко не думал о том, что именно такая судьба постигла, и что вообще тяжелую индустрию социалистической тому, что создал не Сталин, а создала Америка с ее мощной индустрией, с ее кадрами и всем остальным, с ее техническими возможностями. И все равно начинают продолжать клясть Америку и все равно не понимают, что Россия без Америки на тот момент тоже бы никогда не было. Она бы осталась лапотной, а не развивала бы ядерную промышленность, которую она, кстати, тоже украла. За что ни возьмись, все Россия украла. Окей. Это тоже было так. К сожалению, да, тоже мне добавить нечего. Все верно. А что касается проблемы, о которой мы говорим, что есть в истории примеры, очень трагические примеры строительства, социализма и так далее. К сожалению, начиная с, я не знаю, даже с начальных школ. Допустим, если вы обратитесь там к ученику, скажем, пятого-шестого класса, он вам больше расскажет о том, что глобальное потепление это колоссальная угроза, так сказать, которой не избежать, если мы сегодня, сейчас же ничего не предпримем. И еще раз скажу о том, что капитализм это вообще российская система и так далее. То есть, понимаете, что касается образования, то детей, начиная с первого класса, им начинают промывать мозги. Поэтому не мудрено, что студенты в студенческие годы, большинство из них, или там, скажем, 42 или 47 процентов студентов отдают предпочтение социалистическому устройству, нежели капиталистическому. То есть, они твердо убеждены их. Да, у этого есть очень хороший способ, но его, конечно, никто не пусть, не применит. Это отправить этих студентов не как туристов, а просто так в Венесуэлу, в Северную Корею и так далее. Но никто этого не сделает, увы. Поэтому они будут пользоваться услугами американского капитализма и в своих гэджетах, которые появились, опять же, благодаря капитализму, писать, как они ненавидят этот самый капитализм. Вот так оно, к сожалению, все и происходит. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, приглушите маленько звук вашего источника. Да, 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 я выключил уже. Спасибо. Здравствуйте. Еще раз. Я думаю, что, к сожалению, снова произошли вот эти два убийства, в смысле массовое убийство с применением огнестрельного оружия и снова обвиняют нашего Трампа в этом, в этом, короче. Вот, на мой взгляд, я думаю, что вот эти убийства, которые с применением огнестрельного оружия, как-то идут в пользу не республиканцам, а именно демократам. Вот, в преддверии последних выборов в конгресс республиканцы и демократы как бы шли вровень, но ненамного отставали республиканцы от демократов по вопросам общественного мнения. И именно вот эти последние вот то, что произошло в переселании, это подсигнуло демократов в мемеду избирать и пойти позвать за демократов, что и перевесило чашу весов в сторону демократов. Теперь они уже господствуют в нашем конгрессе. А вот то, что произошло вот это дебат и последний, и уже все кандидаты мечтают построить социализм, и никто уже не скрывает свои желания, свои вот это желания. И я думаю, что социализм не терпит инакомыслия. Мы все вышли из Советского Союза, там вообще не было инакомыслия, потому что все сидели либо в тюрьмах, либо в больницах психологических и так далее. И оружие это есть один способ отставления своего мнения. И я думаю, что демократы по тому, что они стремятся, предвидеть своего власти вот этой, они желают убрать все оружие, отнять оружие населения. Я так думаю, что вот эти умпицы будут продолжать их полной победой над республиканством. Спасибо. Спасибо. Во-первых, насчет социализма. Я опять вспомню Черчилля насчет того, что социализм всегда заканчивается гестапо, совершенно верно. Что касается подобных массовых шутингов, да не только массовых, это в общем бесспорно. Любое преступление, совершенное белым мужчиной, да еще при помощи огнестрельного оружия, это всегда лишний плюс, если угодно, лишняя победа демократов. Конечно, очень плохо, что человеческие жизни превращаются в такие элементы политической борьбы, но, увы, так оно и есть. И действительно, когда очередной идиот совершает подобные преступления, то в эпоху Обама нам говорили, что это все белые враги президента, а теперь, что это сам президент, потому что он белый. Но в любом случае, виноваты всегда будут республиканцы и те, кто их поддерживает. Если же преступления совершаются мусульманами и так далее и тому подобное, то виноваты все, в основном тоже белые, потому что они своим расизмом заставили мусульман это делать, но мусульмане ни при чем, они ни в чем не виноваты. Если преступление совершает чернокожий, то это вообще исчезает из новостей через день-два. Практически как в том случае, когда сторонник, волонтер Барни Сэндерс расстрелял республиканцев, конгрессменов из АК-47 и тоже как-то быстренько все это съехало с полос газет и с телеэкранов. Это неинтересно. это никому неинтересно. Окей, давайте, может быть, вот, кстати, NBC News сообщает о том, что 51% американцев считают Трампа расистом. Вот видите, дает свои плоды пропаганда. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, все говорящие головы, неважно, какого они цвета, черные, желтые, коричневые, белые, выходят на телеэкраны и все кандидаты в президенты на дебатах обвиняют Трампа в том, что он расист. И вот это имеет свои последствия. 51% американцев считают, что Трамп расист. Вот так, ни больше, ни меньше. При этом, когда он был демократом и миллионером нью-йоркским, то разнообразные черные персонали от Спайка Ли до, по-моему, Джесси Джексона все с ним позировали, почему-то тогда он расистовым не казался. Как только он стал республиканцем и стал проводить консервативную политику, сразу же расист. По определению либералов, если ты белый, ну, ты изначально уже расист, а если ты еще, не дай бог, придерживаешься, у тебя нет чувства вины за то, что ты белый, ты еще придерживаешься консервативных взглядов, то ты просто расист вдвойне. давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Ани, здравствуйте. У меня такое еще ощущение, так сказать, по всем событиям. сговор с Россией, эта повестка дня вроде как накрылась, домогательства тоже накрылись, теперь разыгрывается российская карта. Ну, и то, что вот произошло, так сказать, эта массовая стрельба в течение одного суток одновременно, это тоже вообще-то мне кажется, так сказать, определенный сговор был. возникнет возникает некое ощущение такого конспирологического. Именно так, плюс наезд соответственно опять на просто наружу, вот и все, это все вместе и российская карта, опять же. А выбрать инфантильных стрелков таких, которые, так сказать, легко спровоцировать, это тоже немудреное дело. То есть, если возникает иногда некое ощущение, что за этим стоят нечто совсем иное, чем нам пытаются преподнести, но это скорее из теории заговора, но во всяком случае ощущение такое периодически возникает. Давайте, может быть, мы перейдем к следующей теме. Мы с вами в прошлый раз говорили, мы питали надежду, что Редклиф станет, ну, во всяком случае, было предчувствие, было такое ощущение, что разведку возглавит Редклиф, но не случилось, что называется. Да, оптимизм наш оказался преждевременным и показал, что, увы, эта бюрократия разведсообщества, она засела глубоко. И, к сожалению, республиканцы, прежде всего в Сенате, они тоже Редклифу особой помощи не оказали. То есть, поводом для компании было то, что на сайте конгрессмена написано, что он участвовал, сажал за решетку террористов, какая-то такая формулировка, ну, а что нашли участие его в процессах, которые, вроде бы, закончились тем, что мистриал, так называемый, то есть, не было никакого решения принято, и вот его стали обвинять в том, что он свои заслуги преувеличил. Возможно, конечно, он действительно в этом подставился, но явно, если бы это был, предположим, демократ, и президентом был бы Обама, то на это никто бы внимания не обратил. А если бы и обратили, то быстро все это списали. Однако истеблишмент развитца общества, такой тоже есть, стал открыто выражать неудовольствие, республиканцы, как я уже сказал, тоже в сенатском комитете не очень-то Редклифа поддерживали, и тот сказал, что он не будет кандидатуры снимать, и Трамп ее тоже убрал. Это досадно, но возможно еще горевать рано, потому что кем станет следующий назначенец, пока я проверял перед самым выпуском, вроде бы пока Трамп не объявлял никого. Насколько я понял, читая и отслеживая новости, есть так или иначе четыре кандидата. Очень может быть, что будет назначен вообще совершенно другой человек, который в эту четверку не входит. Тем не менее, истеблишменты разведывательные, вся бюрократия, демократы и некоторая часть республиканцев, они будут пропихивать Сью Гордон. Сью Гордон это нынешняя заместительница Дэна Коутса, у нее очень богатый опыт в разведке, но преимущественно такой бюрократический. И если Хаспел, ну тем более Хаспел это ЦРУ все-таки теперь всего лишь одна из организаций, у Хаспел была оперативная работа и сотрудничество с действительно сильными профессионалами в разведке про Гордона. Возможно, это просто не публикуется, но я такую информацию и не нашел. То есть, мне представляется, может я ошибаюсь, что она абсолютно представительница бюрократии, и поэтому она такая удобная. Тем не менее, при всей моей симпатии к разведке американской, я, конечно, признаю, что истеблишмент и менеджмент и вся бюрократия, они себя за время Обамы и за время предвыборной кампании Трампа, конечно, дискредитировали очень серьезно. И поэтому ставить во главу разведки человека из этого самого истеблишмента, это, на мой взгляд, неразумно не с политической точки зрения, потому что сообщество нужно перетряхивать, не с точки зрения профессиональной, так как если все указывает на то, что действия этого самого истеблишмента и бюрократии, они были совершенно непрофессиональными, политизированными, и разрушили, подорвали доверие к разведке вообще, то, значит, дело-то в этом самом истеблишменте, и действительно нужен человек, который знает, что такое разведка, но у которого все-таки есть свой взгляд, и который не будет слепо делать то, чего этот самый истеблишмент от него хочет. Поэтому Фред Флайтс в интервью Фоксу, он сказал, что много кандидатур, но вот выделил три. Ну, во-первых, сам Флайтс, про него я немного вам рассказывал, это был бы идеальный кандидат, потому что к нему вроде бы придраться никак нельзя. Он в разведке работал, у него связи с президентской администрацией, так как он еще и тесно сотрудничал, да возглавлял, собственно говоря, команду Болтона уже в бытность того советником по национальной безопасности. Известно, что, ну, известно, по крайней мере, так говорят соответствующие люди, что во многом отношения Трампа с разведсообществом улучшились благодаря Помпео и как раз тому же Флайтсу, просто он чуть в стороне, и вроде бы, да, кандидат идеальный. Но у Флайтса известно отношение к бюрократии очень критическое, он считает, что вот этот офис директора национальной разведки надо или аннулировать, либо, ну, сейчас он уже немного по-другому говорит, очень сильно его урезать и делать его именно координатором, а не то, что сейчас это получается отдельная спецслужба на самом деле. И, конечно же, истеблишмент не обрадуется. Против Флайтса есть один прием, но он может сработать. Для нас с вами это абсолютно разумно. Флайтс критикует очень много исламский терроризм. Но, естественно, его поддают исламофобом из-за этого и против, скорее всего, это против него и пустят. Но, тем не менее, повторюсь, это лучший кандидат. Кандидат, которого сам Флайтс называет идеальным и, действительно, на первый взгляд он должен устроить всех, это Пит Хукстра. В данный момент Хукстра посол в Голландии, то есть, как и тот же самый Коутс, который был, помните, дипломатом. Хукстра, он дипломат, но у него опыт общения с разведкой тоже имеется. Потому что, когда Хукстра был конгрессменом, он возглавлял и работал в комитете по разведке. И поэтому он, опять же, имеет представление довольно-таки отчетливое о том, как разведсистема и разведсообщество работает, и, насколько я знаю, конфликтов у него особых не было. Тем не менее, Хукстра, он тоже у нас исламофоб, говоря, палит корректным языком. Известно, что он опасность исламского терроризма и исламских организаций, часто оказываются пособниками террористов, что он это озвучивал и в бытность свою в Конгрессе, и за это его уже тогда критиковали, и если Трамп его назначит, то это сразу же вспомнит и тоже атаку поведут на него. Но, тем не менее, у Хукстра шансов все же побольше, я считаю, чем у Флайтса, потому что работа долгая в таких организациях, так как эти самые комитеты по разведке, но она должна помочь. И то, что дипломатический опыт тоже имеется. Сам Флайтс, повторяю, видит в Хукстр идеального кандидата. Ну и третий, человек, которого в последнее время вообще записывают чуть ли не на все освободившиеся должности, связанные с национальной безопасностью, это генерал Данфорд. Ну, про него мне что-либо сказать сложно, вроде бы как такой военный, он человек вполне достойный, по крайней мере каких-то компрометирующих его фактов я не нашел, но насколько Трампу действительно нужен просто сильный военный в спецслужбах, я вот не уверен. поэтому я считаю, что да, Данфорд кандидат получше, чем Гордон, по моему мнению, но все же если уж необходимо действительно вносить в развед сообщество какие-то изменения, а мы видим, что их вносить надо, но при этом чтобы эти изменения вносил человек не озабоченный крушением в разведке, как это делали демократы в 70-е годы, потому что тогда все было не очень хорошо, а как именно реформы направленные на сокращение прежде всего бюрократии, на перетряхивание вот этого самого эстеблишмента и на выявление фактов политизации в разведке, а именно кто все-таки и зачем занимался непотребными делами во время предвыборной кампании, вот здесь я все-таки не уверен, что Данфорд с этим бы справился, поэтому еще раз Флайтс кандидат идеальный, Хукстра раз Флайтс его одобряет, думаю, тоже хорошо, Гордона я считаю не стоит назначать абсолютно точно, но если это не Клэппер, то намного лучше, может я ошибаюсь, конечно же, я очень был рад, если я ошибаюсь, но тем не менее, Сенату тоже надо бы побыть поактивнее, Хукстеры шансов, конечно же, больше получить поддержку, но Флайтс, я считаю, спецслужбам на сегодняшний день нужнее и важнее, все же он там еще и работал, что будет, мы узнаем, наверное, уже в ближайшие дни, к какому выводу придет Трамп и кого назначат, но главное, опять, чтобы не струсил, если будут Флайтс или Хукстера, чтобы не струсили сенатские республиканцы, и мы получили наконец-то действительно того главу разведки, на которого можно положиться, что он не будет заниматься непонятно чем, работать на либеральный эстеблишмент, будет выполнять долг разведчика и помогать президенту в его консервативной программе. Ну вот, я думаю, так, если Сергей что-то добавит, давайте, попробуем принять звонок, человек давно звонит, пытается звонить. Здравствуйте, еще раз. Иван, у меня к вам такой вопрос будет. Скажите, пожалуйста, я имею в виду на перспективу, вы видите кого-то среди консерваторов, ну, республиканцев или консерваторов, которые, ну, на перспективу могли бы успешную и харизматическую личность, которая могла бы претендовать на пост президента. Да, это Рон де Сайнц, губернатор Флориды. У него пока последовательная консервативная программа, он друг Израиля, и он вытесняет БДС из Штата. А насколько он харизматичен, чтобы, так сказать, мог успешно конкурировать? Что меня вот в нем привлекает, у него очень большая поддержка в вашем штате пока в обеих партиях, кстати говоря, и среди самых разных слоев населения. Как вы сказали, вы, если, сейчас, извините, если его республиканцы начнут раскручивать после победы, на которую мы все рассчитываем Трампа, то к 24-му году он станет, на мой взгляд, основным кандидатом именно консерваторов. Как вы фамилию назвали, извините, Дэс Сантис, губернатор Флориды. Ну, вы просто наберите губернатор Флориды, сразу увидите, кто это. Спасибо. Ну, о событиях в Москве, очевидно, нам поговорить не удастся, поскольку времени остается. Я боюсь, что они останутся актуальными и на следующей неделе, и поэтому от них мы, к сожалению, и я здесь никуда не денусь, так как они у меня рядом. Ну, значит, мы их обсудим в следующий раз. Тем более, что они вызвали такой интерес во всем мире, прямо скажем, то, что произошло в Москве. Спасибо огромное, Иван, и до встречи в следующий раз. Да, спасибо вам, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok